Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания. Аудиокнига «Достопримечательности Лондона». В 43-м году от Рождества Христова римские легионы императора Клавдия вторглись на Британские острова. В 50 километрах от устья Темзы они построили первый деревянный мост через реку и заложили на северном ее берегу крепость, которую назвали Лондиниум. О происхождении этого названия ученые спорят до сих пор. Но несомненно одно, удачно выбранное место обеспечило небольшому военному поселению великое будущее. Уже через несколько десятилетий возникший на месте крепости город стал столицей Римской Британии. Историческая судьба не раз испытывала британскую столицу на прочность. Ее разоряли захватчики, уничтожали пожары, население периодически косило чума. Но город вопреки всему рос и укреплялся. В начале XIII века его захватил французский король Людовик VIII. Но после этого Лондон вот уже восемь веков ни разу никому не покорялся. Целый век с 1825 до 1925 года Лондон удерживал звание крупнейшего города планеты. Но и сегодня он является вторым по величине в Европе, после Москвы. Вместе с тем это один из важнейших мировых экономических и финансовых центров. А по количеству культурных сокровищ и исторических достопримечательностей равных ему в мире найдется немного. Неудивительно, что в наше время Лондон стал настоящей туристской меккой. Например, в прошлом году столицы Великобритании посетили 15 миллионов туристов. Что же привлекает их в этом древнем городе на берегу Темзы? Прежде всего в числе достопримечательностей надо назвать Букингемский дворец. В начале 18 века его построил, как следует из названия, герцог Букингемский, знакомый нам по роману Александра Дюма «Три мушкетера». В Лондоне считалось, что дворец Букингема богаче и шикарнее, чем королевский. Поэтому, как только герцог погиб, Георг III выкупил его. В течение следующих 75 лет к Букингемхаусу пристроили еще три подобных здания. Все вместе они образовали квадрат с большим внутренним двором. Дворец был официально объявлен главной резиденцией британских монархов при вступлении на престол королевы Виктории в 1837 году. Она же построила самое просторное и богато отделанное помещение – бальный зал, длина которого составляет 36, а ширина – 18 метров. Теперь в нем проходят церемонии и дипломатические приемы. В мире нет дворца более величественного и огромного. Его даже называют «маленьким городом». Здесь есть свое отделение полиции, почтовые офисы, госпиталь, бар, два спортивных клуба, дискотека, кинотеатр и бассейн. Во дворце 775 помещений и свыше трех миль красных ковровых дорожек. Обслуживают все это около 700 человек. Есть во дворце и своя картинная галерея, в которой хранится бесценная коллекция живописи. Среди шедевров – творения Леонардо да Винчи и Рафаэля, Рембрандта и Рубенса, Ван Дейка и Хальса – всего несколько тысяч полотен. Невозможно перечислить сокровища букингемской коллекции, но в 1961 году на месте разрушенной во время войны королевской часовни была построена небольшая публичная галерея. В ней-то и устраиваются периодически выставки произведений из Королевского собрания. В 1911 году перед Букингемским дворцом был установлен грандиозный памятник королеве Виктории, сыгравшей в истории Великобритании исключительную роль, правила надолго – с 1837 по 1901 год. За это время Британия стала ведущей индустриальной страной и крупнейшей морской державой. При Виктории построены первые железные дороги, соединившие всю страну, построено первое в мире метро. При ней же Букингемский дворец стал настоящим символом королевства. Признавая заслуги Виктории, ее потомки не поскупились. Основание памятника сделано из карарского мрамора, а фигура королевы покрыта позолотой. До самого последнего времени дворец был закрыт для широкой публики, и только летом 1993 года его двери впервые открылись для посетителей. Туристы, однако, не всегда могут посещать дворец, а только когда королевская семья уезжает в Шотландию. В этот период Букингемский дворец ежегодно посещают около 30 тысяч гостей. Для них открыты зеленая и белая гостиная, тронный зал, парадная столовая, другие помещения, в том числе и королевские конюшни. Туристы, если повезет, принимают участие в приемах в Королевском саду, где есть озеро и водопады. Охраняет дворец придворный дивизион, состоящий из полка гвардейской пехоты и королевского конно-гвардейского полка. Происходящее здесь с апреля по июль ежедневная церемония смены.